Сергей Морозов встретился с многодетными семьями, получившими земельные участки под строительство в Заволжском районе. В кварталах Г и Д по проспекту Дружбы Народов люди не могли начать строительство. Причина – отсутствие коммуникаций. Несколько дней назад на участке наконец-то провели воду и электричество. Однако проблемы остались. Первая и самая главная проблема – отсутствие денег на строительство. Проценты и условия, под которые банки сейчас готовы предоставить кредиты, да и то не всем – кабальные. Они берут денежные средства под залог уже имеющейся квартиры. На эти деньги строят дом. Это единственное жилье. Они строят дом. Вот сейчас у меня один человек уже возводит дом под крышу, то есть осталось только внутренний ремонт. После этого они продают квартиру и переезжают в дом. То есть, в принципе, залог квартиры, он идет и ипотека есть. Но как бы она в другом немножечко формате. Это не ипотечный займ, а как потребительский под залог жилья. И там большой процент. Там под 19, по-моему, процентов. 19%? Выход, предложенный губернатором – встретиться с банкирами. В его присутствии обсудить возможности льготного предоставления кредитов поддержали все. Не забыли поблагодарить и за уже сделанное. Ну, в общем, потихонечку дела идут хорошо. Вот нам, в общем-то, в общем, мы довольны. Вот как происходят у нас дела. Можно было и быстрее все делать. Вот накануне приезда Сергея Ивановича у нас всегда работа здесь более активно начинается. Поэтому мы всегда очень рады его приезду. И приглашаем его в гости к нам чаще. Как обычно, свой рабочий приезд нам посвятил Сергей Иванович, который с юмором, который с отцовской опекой, тоже как многодетный отец, он рассматривает все наши проблемы. Кварталы Г и Д включают в себя 658 официально зарегистрированных участков. Теперь они освещены, сюда проложена временная дорога, проведена вода. Остальные проблемы близки к решению. Проблемы сегодня у газификации. И мы прекрасно понимаем, что сегодня здесь две проблемы. Первая – это, конечно, дорогостоящее удовольствие и необходимое сельское денежное средство. Но мы видим, и нет домов. То есть потребителей. Вложение средств в магистраль может оказаться убыточным. Тем не менее, проблема будет решена. Форм поддержки для семей региона существует достаточно много, и обсуждаются новые. Это очень серьезная проблема, которая решается и в субъекте, и в стране. В своем послании Владимир Путин обозначил поддержку семьи и ответственность регионов по данному направлению. И уже вот 20-го числа законодатель собрания Ульяновской области поддержал инициативу губернатора Сергея Ивановича Морозова о внесении изменений в пользование сертификатом «семья» на погашение ипотечного кредитования. Теперь эта возможность стала доступна 4,5 тысячам семей региона. По словам министра, сегодня семья в Ульяновской области с учетом прочих выплат может получить на строительство жилья около миллиона рублей. На этом поддержка не заканчивается. Один из активно обсуждаемых в правительстве Ульяновской области вариантов – единовременная выплата при наличии ипотеки на строительство в размере 300 тысяч в начале строительства и по окончании строительства еще 700 тысяч рублей. Естественно, получить эти льготы пока непросто. Однако делается все, чтобы крепкие и многодетные семьи в регионе жили достойно. Павел Половов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин